В настольной игре «Крошечные города» есть классный силорежим, который я сегодня попробую. Стремиться нужно к тому, чтобы после благоустройства вашего крошечного городка вас назвали великим архитектором. Для этого нужно набрать 38 или больше победных очков. Вот здесь мы будем записывать победные очки, а вот здесь мы будем строить наш город. И в нашем распоряжении будет пшеница, стекло, камень, дерево и кирпич. Но как-то все неаккуратно сейчас, да, расположено здесь. Давайте все-таки мы стремимся стать великим архитектором, поэтому все немножко красиво распределим. Да, вот так, конечно же, все лучше, но великий архитектор, ему не важно, как лежат ресурсы, он победит, даже если они будут лежать вот так. Итак, из колоды нужно убрать 4 карты. Вот эти 4 карты при соло-режиме. Это банк, трактир и 2 монумента. Крепость Черстополох и башня Стеклянного Глаза. Эти карты убираются из игры, а из всех остальных я уже выбрал себе карты, которые лежат вот здесь в органайзере. И эти карты помогут нам стать великим архитектором. Коттедж, аббатство, приют, амбар, лавка портного, хижина, фактория. И посмотрите, наш монумент будет святилище старшего древа. Ну а теперь из коробки нужно достать... Нет, не вот такой деревянный молоток, который говорит о том, что вы главный строитель. Главного строителя в соло-режиме нет. Вы и есть главный строитель. Вы достаете вот эти 15 карт ресурсов. Тщательно их перемешивайте. Настолько тщательно, что вы должны устать перемешивать. И как только вы сказали, ну все, достаточно, вы перемешайте еще несколько раз эту колоду. И после этого достаньте раз, два, три. Три карты. Положите их в открытую. Вот эту колоду кладете в закрытую. И начинается игра. Дерево, кирпич и камень – это ресурсы, которые уже можно взять из общего запаса и перенести вот в этот вот отдаленный участок леса. И благоустроить его с помощью вот этого монумента – святилище старшего древа. Кстати говоря, количество победных очков зависит от количества зданий в вашем городе на момент постройки. Идеально, чтобы там уже было шесть зданий, тогда восемь победных очков этот монумент принесет. Что еще можно построить? Коттедж. Три победных очка мы получим. Если он снабжен, то снабжается он амбаром. Смотри, смотри, снабжает все здания в восьми клетках вокруг себя. То есть, если амбар стоит вот здесь, то все восемь клеток вокруг него, они снабжаются этим амбаром. Аббатство. Три победных очка получат, если не соседствуют с приютом, лавкой, портного и факторией. Вот с кем не должно соседствовать аббатство, тогда три победных очка. Приют. Ну, здесь все понятно. Количество победных очков зависит от количества приютов в вашем городе. Опять-таки, шесть плюс. Идеальное значение. Лавка портного. Смотри, одно победное очко получит, если оно просто размещено на карте. Но если вот в этих четырех центральных клетках, то это плюс одно за каждую лавку портного в одной из четырех центральных клеток вашего города. Фактория. При строительстве других зданий вы можете считать вот эту факторию за любой ресурс. И хижина, один ПО, можно построить в любой свободной клетке вашего города. То есть, если вы построили, скажем, вот здесь хижину, то когда вы сносите эти ресурсы, не обязательно строить вот в этих двух клетках. Вы можете построить и вот здесь эту хижину. Я надеюсь, что все понятно. И мы, конечно же, сначала что делаем? Ну, давайте используем кирпич. Кирпич мы используем. И эту карту отправляем под низ колоды. И кирпич мы давайте построим вот сюда. Сразу буду объяснять, зачем. Ну, за тем, чтобы построить коттедж где-нибудь вот здесь, вот в углу этого лесного уголка. Открываем новую карту. И здесь у нас стекло. Да, стекло нам необходимо. Мы берем стекло и размещаем его вот здесь. Здесь осталось разместить пшеницу и коттедж будет готов. Но стекло отправляется под низ колоды. Да, одной рукой будет интересно играть. Как раз и разработаю все свои пять пальцев. Так, стекло, дерево, камень. Но, учитывая, что нет пшеницы, поэтому мы пока что бросаем строительство коттеджа. Давай подумаем, что еще можно построить. Ну, допустим, вот приют, да? Посмотри, здесь два камня и одно стекло. Причем и камень, и стекло у нас уже есть. Поэтому возьмем камень. Камень. И давай расположим его, ну, где-нибудь вот здесь. Камень. Это первый ход. Открываем. И, смотри, берем стекло. Да, стекло мы берем для того, чтобы разместить его немножко вот здесь. Здесь еще не хватает одного камня, чтобы приют первый появился в городе. И уже, как ты понимаешь, у нас минус одно ПО есть. Но будем стремиться к тому, что два приюта появятся в городе. И уже будет пять ПО. Открывается карта. И здесь, да, отлично, стекло. Но отлично для кого? Я не знаю для кого. Тут, конечно, у нас, смотри, у нас есть аббатство. Но нужно не забывать и про амбар, который снабжает все здания вокруг себя. То есть, если здесь будет коттедж, вот здесь должен стоять амбар. И вот здесь вокруг будут появляться коттеджи. Но дерево. Давай попробуем предположить, что вот этот амбар мы построим где-то вот здесь. Да. Вот здесь размещаем вот это первое дерево. И переворачиваем этот ресурс. Так, секундочку. Здесь очень важно сохранять порядок этих карт. Они должны выходить в одном и том же порядке. Вот она, пшеница. Отлично. Мы берем пшеницу. Переворачиваем. И берем эту самую пшеницу и кладем сюда. Все, первое здание уже готово. Мы берем, убираем эти ресурсы. И появляется первый коттедж. Хорошо, он еще не снабжен. Он не приносит еще три победных очка. Но мы будем стремиться к тому, чтобы снабдить его амбаром. Так открывается еще один ресурс. И вот он, смотри, кирпич. Кирпич необходим для постройки амбара. И давай его, конечно же, используем. Берем кирпич. Эту карту отправляем под низ колоды. И рядышком вот сюда расположим. Согласно вот этой схеме, видишь? То есть мы сейчас зеркально отобразим его или в эту сторону, или в эту. То есть как нам захочется. Где мы захотим пшеницу построить? Вот здесь. Поставить рядом с амбаром или здесь. Это будет наше решение. Открывается новая карта. Да, отлично, спасибо за пшеницу. Мы берем пшеницу. Эту карту отправляем под низ колоды. И пшеницу, ну давай, давай сверху. Да, потому что здесь для маневра оставим себе несколько клеток. И смотри, отлично, спасибо тебе за пшеницу. Берем еще одну пшеницу. Кладем сюда эту карту под низ колоды. И пока что новую еще не открываем, потому что мы строим амбар. Посмотри, посмотри амбар. И там белка. Причем белка, посмотри, с вилами. Белка с вилами готова уже снабжать вот этот коттедж. И мы сносим все эти ресурсы. И, конечно же, отправляем сюда этот амбар. А можем, кстати, отправить и сюда. Тогда вот здесь. Да, наверное, сюда. Мы отправим. Ну, потому что слишком рискованно, да? Вот здесь вот у нас полполя будет этим амбаром заставлено. Давай, ты будешь снабжать здесь. Мы построим вот здесь коттедж. Вот здесь, здесь и здесь. Ну, хотя бы так. Открываем новый. И вот, спасибо тебе за камень, потому что мы берем этот камень. Мы отправляем карту под низ колоды и ставим вот сюда камень, чтобы построить первый приют в нашем городе. Мы сносим все эти ресурсы. Вот сюда отправляем этот приют. И посмотри, да, это уже три здания. То есть, если мы сейчас начнем строить монумент и построим его, то это три победных очка. Но это мало. Мы хотим больше, больше, еще больше. Поэтому открываем новую карту. И здесь, смотри, дерево, стекло, дерево. Давай посмотрим, что мы можем построить. Кстати говоря, отличная фактория. Посмотри, когда мы построим ее, да, то она у нас может заменять любой ресурс в любой схеме. То есть, допустим, если мы поставим здесь пшеницу, а здесь кирпич, то вот эта фактория может заменить нам стекло. То есть, что угодно может заменять классное. Фактория, и посмотри, два дерева есть. И можем мы уже начинать строительство этой фактории. Как считаешь? Ну, интересно, да, интересно, что еще с деревяшкой. Амбар нам больше не нужен. Да, давай факторию. Давай построим факторию только где. Но, наверное, вот здесь, да, пока свободно у нас. Поэтому вот здесь разместим мы две деревяшки. Итак, первая деревяшка, мы берем ее и отправляем карту под низ колоды ресурсов. Размещаем здесь, открываем новую. Нам сейчас бы, конечно же, камень, отлично, потому что здесь задействован камень и кирпич. Но мы сначала берем дерево. Все-таки, знаешь, ну, какая-то база должна быть. Вот, все, у фактории. Значит, деревянная... Что это деревянная? Деревянный забор у нас есть, да. А теперь нужно построить фундамент из камня, да. Мы открываем новую камню. Да, отлично, камень. Камень мы берем, отправляем под низ колоды этот ресурс и отправляем его сюда. Хоть бы камень. И тогда... Нет, пока кирпич. Но, ты знаешь, мы можем взять вот этот кирпич, который лежит уже давным-давно на поле. Мы отправляем его под низ колоды ресурсов и кирпич размещаем вот здесь. Нам осталось разместить вот здесь. Посмотри, один камень. И в любой из этих клеток может появиться фактория. И, конечно же, она появится где-то вот здесь, чтобы потом стать компонентом, ресурсом к любому зданию. Но, может быть, здесь нас ждет? Нет, здесь не камень. Здесь стекло, стекло, кирпич. И посмотрим, что у нас. Ну, вот, смотри, стекло. Стекло – это приют, где бы нам разместить его. Но вот здесь есть еще аббатство. Посмотри, оно не должно соседствовать с приютом. Поэтому, как же его разместить? Ну, может быть, все-таки давай обратим внимание на коттедж. Да, коттедж вот в этих клетках будем размещать. И сначала начнем с того, что возьмем кирпич. Кирпич. И отправим его вот сюда. Отлично. Так. Теперь стекло. Теперь открываем новую карту. Хоть бы... Да, отлично, камень. Но теперь можно смело... Смотри, мы берем стекло. Так, стекло. О, ну, какой же коттедж без стекла? Так. Вот так. И ставим сюда. Ну, а теперь, смотри, теперь можем смело... Да. Смело брать этот камень. Вот этот. Отправлять эту карту под низ колоды. И завершать строительство. Строительство вот этой фактории. Посмотри, при строительстве других зданий вы можете считать факторию за любой ресурс. Отлично, мы берем эту факторию. И в любой из этих пяти клеток мы можем построить, допустим, вот здесь. Да, отлично. То есть это не просто здание. Это еще здание, которое заменяет собой любой ресурс. И это может быть здесь. Это может быть здесь. Здесь. Но... Сейчас мы построим вот здесь. Это все уйдет в коттедж. Да, останется, может быть, вот здесь. Здесь все-таки... Да. Мне кажется... Так, где у нас кирпич? Да. Давай пока что оставим здесь. И откроем новую карту. Дерево. Стекло. Стекло. Зарядим фотоаппарат и продолжим. И теперь мы постепенно начинаем строить свой монумент. Святилище старейшего древа. Потому что на поле у нас уже есть четыре здания. Смотри. Раз, два, три, четыре здания есть. И пятое очень скоро появится. Это будет коттедж. Нужно только добавить сюда пшеницу. И святилище старшего древа. Нужно построить, когда будет шесть зданий. Тогда восемь победных очков у нас в кармане. Ну, а здесь, посмотри. Дерево, стекло. Стекло. И нам пока что из этого ничего не нужно. Но стекло. Хотя вот давай отправим сюда. Только нужно понять, как мы будем строить. Если мы построим вот здесь, допустим, два дерева. Здесь стекло мы расположим. Тогда вот это у нас заменит кирпич. Ну, согласно вот этой схеме. А если, допустим, мы начнем строить вот здесь дерево и дерево. То тогда вот этот элемент у нас заменит пшеницу. Ну, как ты считаешь, что нужно сделать? Да, давай, пускай заменяет пшеницу. Ну, в данном случае. Поэтому пока что мы берем дерево. Давай возьмем одно дерево. Отправим карту под низ. И разместим вот здесь дерево. Хоть бы пшеницу. Да, пшеница. Отлично, потому что пшеница нам нужна для того, чтобы завершить вот этот коттедж. Мы берем эту пшеницу. И, смотри, убираем все эти ресурсы и размещаем вот здесь один коттедж. Так, кстати говоря, аббатство. Помним о том, что аббатство не должно соприкасаться с вот этим приютом, лавкой, портного и факторией. То есть вот этой факторией и приютом не должна соприкасаться. Вот аббатство вот здесь идеально бы расположилось. Или вот здесь. Посмотрим, где расположить его. Открываем следующую карту. Здесь кирпич. Так, стекло, стекло, кирпич. Ну что же, давай начнем с того, что мы возьмем стекло. И расположим его вот здесь. Да, теперь нужно дерево. Кирпич сейчас есть. Отлично. Так, давай разберемся с этим кирпичом. Берем кирпич. И расположим его вот здесь. Фактория в данном случае заменяет нам вот эту пшеницу. Ну что же, пшеница у нас, хотя есть, и тут, смотри, две пшеницы. Ничего себе, сколько пшениц. Но мы постепенно начнем, наверное, что-нибудь строить еще. Так, значит, для приюта нужно стекло. Если мы построим вот здесь стекло и два, соответственно, два камня. Но пока что камней нет. Надо думать. Но про амбар давай забудем. Давай подумаем про коттедж. Как его разместим? Вот так, так, так. Или вот, наверное, вот так мы будем размещать. Пока что не мешает строительству монумента. Поэтому давай брать пшеницу. И размещать ее, скажем, вот сюда. Да, эту пшеницу мы только что разместили. А что еще? О, камень. Это хорошо. Давай возьмем камень. Срочно нужен камень. Потому что... Вот смотри, мы его размещаем сюда. И осталась только одна деревяшка. Вот сюда и святилище старшего древа готово. Но нужно строить тогда, когда будет шесть зданий. А пока что раз, два, три, четыре, пять. Поэтому срочно нужно строить шестое здание коттедж. Так, открываем. И здесь у нас... Да, деревяшка есть, отлично. И мы можем, кстати, ее разместить здесь. И пока что не строить этот монумент. Ну, давай так и сделаем. Смотри, мы берем деревяшку. Ставим сюда. Фух. Мы построили... Вернее так. Мы заложили фундамент для святилища старшего древа. Но еще его не строим. То есть еще ленточку не перерезали, чтобы этот монумент перенести сюда. На это поле. Открываем дерево, пшеница, стекло. Но здесь, конечно, необходимо нам стекло для того, чтобы построить шестое здание вот здесь. Ну, а теперь кирпич. Где бы достать кирпич? Может быть, он здесь... Здесь нет. Здесь камень. Камень, пшеница, дерево. Это очень опасно. Как бы нам ни пришлось, постепенно, ты знаешь, может быть, стоит построить и освободить эти клетки для того, чтобы... Ну да, не заработаем мы восемь победных очков, а всего лишь пять. Ну ладно, еще попробуем рискнуть. Итак, значит, смотри, сюда не хватает кирпича. Но вот эти две клетки можно задействовать для того, чтобы построить... Ну, допустим, приют. Да, давай камень. Смотри, камень размещаем здесь. И это мы использовали. Сейчас нужно говорить всегда одну и ту же фразу. Хоть бы кирпич. Хоть бы кирпич. Хоть бы кирпич! И это кирпич! Отлично! Мы берем кирпич, мы берем эту карту, размещаем здесь. И теперь смотри, конечно же, мы берем, строим в какой клетке? В этой, в этой, в этой. Ну давай, в этой мы строим. Хотя, ты понимаешь, вот в этой нужно строить. Иначе у нас этот коттедж будет не снабжен. В этой клетке его никто не снабжает. Да, только здесь. Ну, а теперь, да, мы строим вот это здание. Это монумент, святилище старшего древа. И количество зависит от количества зданий в вашем городе на момент постройки. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это значит восемь победных очков в нашем распоряжении. Мы сносим все эти ресурсы, берем монумент, торжественно перерезаем ленточку и говорим, святилище старшего древа построено. А теперь игра продолжается. Смотри, кирпич, пшеница, дерево. Здесь у нас, кстати говоря, срочно нужно строить, смотри, видишь, хижина. Мы берем, добавляем сюда. Почему срочно? Потому что ничего здесь построить, кроме этой хижины, нет. Мы не можем. Поэтому смотри, что мы делаем. Добавляем это дерево. И смотри, как работает хижина. Можно построить в любой свободной клетке вашего города. Мы берем, сносим эти ресурсы, берем вот эту хижину и можем разместить ее хоть здесь, хоть здесь. Да где хочешь, там и разместим. Разместим ее, наверное, нет. Здесь у нас, вот здесь разместим. Потому что здесь, посмотри, это ведь любой ресурс. Помнишь, да? То есть сейчас мы попробуем провернуть одну классную штуку, задействовав этот элемент как элемент камня. Но попробуем. Вдруг получится. Итак, стекло. Смотри. Стекло мы размещаем, рискуем, конечно же, рискуем. Стекло, если разместим вот здесь, то это будет камень-камень. Видишь, стекло-камень-камень. Если здесь стекло, то здесь получается камень и вот здесь камень. Но оставим это место для коттеджа. Поэтому пока что разместим стекло вот сюда вниз. Берем стекло. Карту опять-таки вниз колоды и размещаем здесь стекло. Стекло, камень, остался камень. И у нас будет... И у нас будет еще один приют. А два приюта. Это уже пять победных очков. Ну что же... Да, и отлично камень нам подходит. Камень. Ресурс отправляется под колоду. Сюда размещаем. Смотри, мы этот камень. И теперь, согласно вот этой схеме... Смотри, ну вот так. У нас получается стекло, камень, камень. Стекло, камень, камень. Это умеет делать фактория. При строительстве других зданий вы можете считать факторию за любой. Ресурс мы так и считаем. И размещаем, наверное, вот здесь. Вот здесь мы разместим приют. Ну да, еще бы. Конечно же, здесь. Здесь мы будем размещать сейчас коттеджи, которые будут снабжены. Так, дерево, пшеница, кирпич. Ну, начнем с того, что у нас кирпич и пшеница участвуют в строительстве коттеджа. Поэтому возьмем один кирпич. Расположим его, скажем, вот здесь. Причем, смотри, это ведь тоже может быть... Да, отлично. Это тоже будет заменять нам стекло. О, смотри, кирпич, стекло и пшеница. Вот, кирпич, стекло и пшеница. В данном случае, прямо вот так вот по схеме. Мы построим с помощью вот этой фактории. Да, классная фактория. Очень сильно нам будет помогать. И вот эту пшеницу. Мы берем пшеницу. Отправляем карту ресурса под низ колоды. Размещаем здесь пшеницу. И посмотри, это еще один коттедж. Размещаем его. Так, ну, куда его разместим? Давай, откуда-то. Вот, смотри, сколько коттеджей. И разместим его здесь. Ну да, не здесь, потому что если здесь... Хотя, ты знаешь, да, это тоже хороший вариант. Вот им разместить здесь. Потому что, разместив здесь, мы вот эту клетку, ну, через факторию только будем задействовать. А так, вот, фактория у нас будет задействована в качестве любого ресурса. Отлично, мы идем. Но у нас пока что мало приютов. Смотри, всего два приюта. Три приюта принесут минус три победных очка, а четыре сразу пятнадцать. Поэтому нам, если так рассчитывать на приюты, нужно строить сразу два подряд. Так, открываем новую карту. Ну, да, и, наверное, мы все-таки пойдем по этому пути. Значит, мы берем стекло. Давай одно стекло возьмем. И разместим его, ну, допустим, здесь, да? Нет, лучше здесь. Лучше здесь разместим стекло. Тогда это будет камень. И еще один камень. Может быть, он сразу придет нам? Нет, пока что пришел кирпич. Кирпич. Ну, что же, пшеница и кирпич поможет нам. Хотя нам сейчас коттеджи не нужны. Коттеджи нужно строить вот здесь. И вот, смотри, это... Да, давай так задействуем. Смотри, здесь мы разместим, допустим, кирпич. Здесь пшеницу. А это будет у нас стекло. Вот пшеница и кирпич. Поэтому, смотри, пшеница размещается. Допустим, вот здесь мы убираем эту карту. Мы ждем сейчас камень. И кирпич. Вот он кирпич. Размещаем его. Размещаем его вот сюда. И тут же с помощью этой фактории появляется вот здесь еще один коттедж. Мы его сейчас раскопаем. Вот он коттедж. И теперь, посмотри, да, у нас все коттеджи снабжены с помощью вот этого амбара. И, как ты понимаешь, это три победных очка. Смотри, три, 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 три. Очень много. 15 очков у нас только получают вот эти коттеджи. Так, но, как всегда, мы говорим, что? Правильно. Кирпич, кирпич, кирпич. Нет, 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 неправильно. Камень, камень, камень. Камень, камень, камень. Он нам и нужен. Мы берем камень. Мы размещаем его вот здесь. И только нужно этот камень убрать под низ колоды. И смотри, что получается. Да, получается еще один приют. Вот он, смотри. Стекло. Камень, камень. И теперь мы разместим, конечно же, так, приют. Но давай его, факторию, конечно же, оставим пока что. Давай сюда вот так разместим. Или вот здесь. Нет, опасно. Пока что факторию мы будем задействовать. Ну и сейчас нужно срочно строить еще один приют, чтобы было 15 победных очков. А вот тут, посмотри, тут и нечего. Нечего и не из чего. Дерево, пшеница, дерево. Ну, хижина, понятно. Хижину можем всегда построить. Давай подумаем. Здесь у нас... Так. Пшеница. Ну, давай. Пшеницу мы строим... Сейчас, одну секунду. Вот так. Пшеницу мы построим в углу. И сейчас, конечно же, хочется, чтобы... Стекло. Стекло. Спасибо тебе за стекло. Стекло мы берем и размещаем вот сюда. Стекло. Ну и теперь, как всегда, давайте просить все вместе. Камень, камень, камень. Камень, камень, камень. Камень, 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 камень. Спасибо тебе за камень, потому что, смотри, вот он камень. Стекло, камень, камень. Это еще один приют. Мы убираем все эти ресурсы, и наконец-таки появляется еще один у нас. Это у нас приют. Раз, два, три, четыре, четыре приюта. Это 15 победных очков. Пятый строить опасно. Это минус пять, а шестой зато принесет 26 победных очков. Мы сейчас подумаем, что делать. И, конечно же, камень мы уже использовали, поэтому камень нужно взять, положить под низ колоды, открыть еще один, смотри, кирпич, дерево, дерево, и подумать, что делать дальше. Я уже вижу буквально два хода и финал игры. Все, мы благоустроили этот маленький кусочек леса. И теперь осталось только почитать победные очки. А знаешь, почему осталось два хода? Ну, нет, не потому что мы здесь построим коттедж. Для этого нужен кирпич и стекло, а у нас есть только кирпич, стекла пока что нет. Нет, мы используем факторию для того, чтобы добавить вот сюда, смотри, одну деревяшку. Берем деревяшку, вот это сюда, добавляем сюда, и используем эту факторию как камень. Посмотри, берем вот этот колодец, сносим этот ресурс и строим в любом месте эту хижину. Не здесь, где мы только что отправили ресурс на этот участок леса, а вот здесь, потому что это позволяет вот эта хижина. Построили, и теперь, посмотри, открываем, да что бы мы сейчас здесь не открыли. Дерево, у нас и здесь было дерево. Берем еще одну деревяшку, и, скорее всего, это финал. Смотри, мы отправляем сюда деревяшку, и опять-таки здесь фактория превращается в камень, и мы убираем этот ресурс, чтобы положить сюда хижину. Все, на этом маленький благоустроенный кусок леса вместе со светилищем старейшего древа, вот здесь вот, на юго-западе, готово. Да, посмотрим, какой там ресурс дальше. Да, стекло, но это уже не имеет никакого значения. И для любителей статистики нужно сказать, что, посмотри, мы использовали дерево в количестве 8 штук, 9 камня. Это у нас стекло, посмотри, 8 штук. Всего лишь 7 было пшеницы и 8 кирпича. Вот сколько ресурсов мы использовали для того, чтобы построить вот эти здания. Но во многом помогла эта фактория, заменяя собой какие-то ресурсы. Теперь мы берем блокнот для подсчета победных очков и начинаем считать. А ты заметил, что в нашем маленьком крошечном городке мы не построили ни одно аббатство, которое принесло бы нам 3 победных очка, если бы оно не стояло рядом с приютом, лавкой портного или факторией. Кстати говоря, и лавка портного тоже ни разу не была построена. Хотя тоже принесла бы еще даже один дополнительный победный ПО, если бы была расположена в центре нашего крошечного городка. Считаем победные очки. Подсчет победных очков начнем с того, что запишем вот здесь сегодняшнюю дату. Это 7.04.2021 год. Ну и, знаете, вот этот вот бланк подсчета очков говорит, что сначала подсчитайте за вашу факторию. Фактория у нас вот здесь вот одна, и фактория приносит всего лишь одно победное очко. Давайте его и запишем. Потом, смотрите, коттеджи. Мы помним о том, что коттеджи приносят 3 победных очка, если снабжены. А снабжает у нас вот такой амбар 8 зданий вокруг себя. То есть все у нас коттеджи снабжены. 1, 2, 3, 4, 5, 5 на 3, 15 и 15 победных очков у нас есть. Ну и 16 даже. А мы помним о том, что если мы набираем 16, то мы уже подмастерье. Но подсчет победных очков продолжается. И за аббатство мы ставим прочерк. Ну потому что аббатство мы не построили. Видишь, еще как нужно было построить, чтобы он не соседствовал ни с факторией, ни с лавкой портного, ни с приютами. В общем, где-то вот здесь нужно было строить, понимаешь, и получать за это каких-то 3 победных очка. Нетушки. Мы построили побольше вот этих вот приютов для того, чтобы, посмотри, 4 приюта, это 15 победных очков. А у нас именно 4 есть. 1, 2, 3, 4. И смотри, если бы построили пятый, было бы минус 5. Но вот шестой принес бы 26 победных очков. Но пока что 15 нас так же устраивает. У нас уже 31 победное очко. А 31 это что у нас? Это у нас уже инженер. Посмотри, мы уже инженеры. Но нам бы сейчас повыше, градостроитель и великий архитектор. Посмотрим, удастся ли нам. Но у нас нету ни одного вот такого желтого здания, лавка портного. И уж тем более, видишь, этой лавки в одной из 4 центральных клеток вашего города. Но нету. Зато что у нас есть? У нас есть вот эти хижины. Хижины приносят по одному победному очку. И смотри, раз, два, три, три. Отлично, тоже подойдет. Ну и, наконец, монументы. Вот он, монумент. И ты помнишь, что мы построили его тогда, когда у нас в городе было 6 зданий. А это значит 8 победных очков у нас есть. Ну и, наконец, пустые клетки. Нам нужно убрать вот этот вот ресурс. И получается у нас минус 1 ПО. Минус 1. Считаем победные. 15, 15, 30, 38, плюс 3. Это у нас 41. 42, минус 1. 41 победное очко. Громко говорю, потому что мы великий архитектор. 38 или больше победных очков. Мы завоевали вот такой вот уровень мастерства. И теперь можно смело отложить маркер до следующего раза. И ты знаешь, ведь в игре очень много карт. Посмотри. Я их сейчас просто вот, если ты умеешь очень быстро читать и смотреть. Здесь в игре огромное количество карт, которые будут каждый раз нам так увеличивать сложность, что, может быть, в следующий раз мы и не сможем набрать даже 40 победных очков. А на сегодня все. Вот этот молоток отправляется обратно в коробку, как, собственно, и вот эти все маленькие планшеты маленьких городков. Вернее, даже не маленьких, а правильно. Крошечных. Крошечных городков. Как здорово, что настольная игра «Крошечные города» подарила мне такой титул великого архитектора, великого градостроителя. Хоть крошечного, но зато такого благоустроенного городка. Видео по настольной игре «Крошечные города» еще будет появляться на этом канале, потому что мы еще ни разу не сыграли с режимом «Ратуша». А ратуша также заложена здесь, вот в этих крошечных городках. Как играть в этом режиме, спросите вы. А я еще ни разу ведь и не играл, поэтому в следующий раз обязательно соберемся за этим столом и сыграем вместе с режимом «Ратуша» в «Крошечные города». А на сегодня все, и когда я сейчас буду делать коробкой ближе к вам в монитор, вы наверняка сделаете вот так, но ничего подобного. Вы уже привыкли, да? Смотрите, 3.15 «Крошечные города» в ваших мониторах. Ну, сделали вот так, да? Давайте еще раз медленнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова